Ну то есть где-то 7.05 с ДТП было. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть человека. Судя по всему, водитель погиб мгновенно. О том, с какой скоростью двигались автомобили, можно было судить по их повреждениям. Но опять-таки это все связано с превышением скорости движения. Он должен был ехать по своей полосе и должен был выезжать на разделительную полосу. Только с этим связано. Скорость, скорость, скорость. Еще раз скорость. Не исключено, что водитель Приоры просто уснул за рулем. Мужчина, управлявший джипом, утверждает, что не успел среагировать на появление Лады. Ну развернул и вынесло его там что-то на дорогу, не знаю. Он боком вылетел передо мной и умер. Несмотря на сильный удар, водитель Туарега почти не пострадал. Пристегнутый ремень безопасности и качество немецкого автопрома уберегли мужчину от, казалось бы, неминуемой гибели. А вот узнать Ладу Приоры в оставшейся от нее груди металла можно было лишь с большим трудом. Дурак, потому что молодой. На дровах быстро не ездят, козел. Был бы живой, убил бы. В истинных причинах этой страшной аварии сейчас разбираются следователи. Погибшему владельцу Приоры было всего 38 лет.